Добрый вечер! В эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. Сегодня в нашем городе прошла акция «Измерь свое давление». И о том, насколько важно следить за давлением и вообще за своим здоровьем, сегодня нам расскажет заведующий отделением сосудистой хирургии областного клинического кардиологического диспансера Сергей Грязнов. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте! Сергей Викторович, ну вот 2015 год объявлен президентом годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Насколько я знаю, у нас в городе и в области проводится очень много профилактических мероприятий. С Вашей точки зрения, это будет иметь какие-то позитивные сдвиги? Несомненно, будет. Вообще сердечно-сосудистые заболевания, как, понятно, обычному обывателю, обычному человеку, это все-таки больше заболевания сердца. Давление, повышение давления, нарушение ритма, еще какие-то ощущения, связанные с этим. Но на самом деле нельзя забывать ее о том, что и сосудистая система, как и таковая, как и неразрывная часть сосудистой системы, тоже влияет и ведет к каким-то последствиям и заболеваниям. Естественно, если будет проводиться больше каких-то акций, направленных на посвящение народа, населения, то, естественно, будет какая-то формироваться культура. У населения они смогут как-то более адекватно либо обращаться к специалистам, либо будут как-то более им понятны к жалобе, к кому обращаться. Несомненно, это очень большое значение. И в нашей области, в нашем городе постоянно проходят какие-то акции, особенно в этот год, когда он объявлен, годы борьбы с сосудистыми заболеваниями. Именно то, чтобы народ, население больше знало, больше получало информацию о заболеваниях. Несомненно, большое значение имеет то, что и доктора собираются на какие-то совещания, конференции, особенно у нас каждую неделю проходят дни кардиолога. Конечно, не совсем относятся к моей специальности, но это происходит, и люди информированы и знают, и могут получить информацию, которая необходима. Болезни сердечно-сосудистой системы – это болезни развитых стран, многих, в том числе и России. И врачи часто говорят, что наш возраст – это возраст наших сосудов. Вот как это выражение понять? Ну, несомненно, что тут есть, конечно, связь, есть определенный смысл в этих словах. Естественно, что чем больше лет, чем более, так скажем, организм будет таскан, естественно, что больше болячек. Это не только сосудистая система, это со всеми болячками так происходит. Но, к сожалению, такие заболевания, как атеросклероз, например, они, конечно, связаны с возрастом. То есть, чем больше у человека возраст, тем больше вероятность того, что у него, естественно, сосуды поражены атеросклеротическим процессом. Естественно, они поражены. Единственное, только есть клинические какие-то проявления этого заболевания. Есть, они какие-то стертыми, еще не манифестирующие. И поэтому пациенты, они и здоровые люди, они как бы не знают об этом. Естественно, атеросклероз и сосуды, это связано все между собой. И чем больше возраст, чем больше болячек присоединяется. Но говорят, что сейчас эти болезни молодеют. Несомненно сейчас молодеют такие болезни, как атеросклероз, сам по себе, как эндортериид. То есть, те заболевания, которые связаны с тем, что к органам поступает меньшее количество крови. Меньше количество крови, меньшее количество кислорода. То есть, эти органы и конечности, и головной мозг, и внутренние органы, они получают меньше крови, которые они должны были бы получать. Ввиду как раз того, что в сосудах откладываются атеросклерозические бляшки, холестерин, которые суживают сосуды. И со временем, даже не боюсь этого слова, со временем могут полностью прекратить доступ в ткани кислорода. С этим очень много всяких болезней связано. И в настоящее время, конечно, к сожалению, эти заболевания, они молодеют. То есть, если раньше, допустим, какое-то время назад больницы с атеросклерозом, это были больные больше 60 лет, особенно мужчины, то в настоящий момент это пациенты от 40 лет уже, даже встречаются пациенты с 30 годами, которые имеют массу патологий, которым мы, как сосудистые хирурги, вынуждены вмешиваться в их сосуды, что-то там менять. И очень много сейчас женщин с атеросклерозом. Такого, конечно, тоже никогда не было. И больные запущенные, больные, которые требуют какой-то хирургической коррекции. Коррекция таким больным всегда сложна, всегда непредсказуема. И даже сделав удачную какую-то операцию, мы вынуждены потом иметь какие-то осложнения в виде того, что зарастают протезы, зарастают анастомозы. То есть, болезнь молодеет, на самом деле. А вообще в чем причина атеросклероза? И почему сейчас эта болезнь стала в том числе и у молодых людей проявляться? Ну, атеросклероз – это такая патология, имеющая в своем происхождении много факторов. Это можно дискутировать очень долго по поводу того, что вызывает атеросклероз. Во-первых, это генетическая предрасположенность, образ жизни, питание. Несомненную роль играет курение. То есть, все вот эти факторы, они как бы на славе друг на друга вызывают какие-то проблемы. У всех людей есть атеросклерозические бляшки. У всех. У вас есть бляшки, у меня есть бляшки. У всех они есть. Единственное, что эти бляшки имеют разный процент и по-разному они суживают сосуды. То есть, если возникает критическая ситуация, что уже поток крови не может проникнуть в тот орган, который питается этим сосудом, то, естественно, возникает какая-то патология, возникают жалобы и возникает необходимость этой коррекции. Ну, вот основные факторы атеросклероза я вам перечислил. Ну, в настоящий момент, конечно, во всей России, это, конечно, курение. То есть, большинство больных с атеросклерозом – это мужчины от 50 лет, которые имеют стаж курения от 15 лет и выше. Это абсолютно точно доказано. И мы у себя в отделении с таким контингентом, к сожалению, не работаем. И очень сложно такому больному, когда он поступает к нам, объяснить, что ему нельзя курить. Это очень сложно. То есть, пациент, который постоянно курит, постоянно, там, пачка в день, две пачки в день. То есть, даже если ему сказать, что вы, если не бросите, ему отрежем ногу, две ноги, то все равно мы не добиваемся желаемого результата. Хотя в западных странах Европы пациент, который поступает в больницу, поступает в специализированное, тем более, отделение, как сосудистое отделение наше, ему категорически нельзя курить. То есть, а у нас получается так, что мы вынуждены это терпеть, потому что выписать такого больного нельзя, потому что у него глобальные проблемы с его конечностями, то есть надо что-то делать. И мириться с этим не делать, как надо какую-то усередину постоянно искать. Скажите, а какие первые проявления атеросклероза? На что вообще человеку нужно обращать внимание, чтобы, не дай бог, это заболевание не пропустить, не запустить? Ну, первые проявления атеросклероза связаны в основном с тем органом, с тем бассейном, который недополучает кислород, кровью кислорода. Это может быть головной мозг, это может быть сердце, это может быть внутренние органы, почки, сосуды конечностей. И в зависимости от того, какой бассейн больше поражен этим заболеванием, возникают те или иные симптомы. Если говорить сверху вниз по человеку, то, допустим, головной мозг. То есть это пациенты, у которых возможны инсульты, возможно, транзиторные ишемические атаки, возможно, какие-то прединсультные состояния, в кавычках, да, как вот простому обывателю объяснять, прединсультные состояния, инсульты, транзиторные ишемические атаки, то есть это головные боли, головокружение, вот, как-то временные потери сознания. Очень много симптомов. Сейчас мы, если будем о перечислять, это можно дискутировать очень долго. Если это сосуды сердца, то это боли в грудной клетке, боли за грудиной, сжимающие, давящие, с переходом на лопатку, на руку, все что угодно. То есть связано с сердцем, кардиологические жалобы. Если это сосуды почек, то у пациента давление с цифрами до 200, которое не снимается никакими антигипертезивными препаратами. Если это конечности, то у пациента в первую очередь страдают ноги в виде того, что он устает при ходьбе. Ноги устают при ходьбе 50 метров, 100 метров, 200 метров. Потом возникают боли покоя. Из боли покоя потом мы плавно переходим на лече трофических изменений на конечности. То есть у клиника очень многообразно, в зависимости от того, что конкретно страдает, какой бассейн страдает. И в зависимости вот уже от этого, этими проблемами занимаются какие-то специалисты. То есть если, допустим, страдает головная масса, то чаще занимаются нейропатологи. Почему? Потому что пациент приходит к нейропатологу, говорит, у меня головокружится. У меня там это то. И очень мало, очень мало у нас нейропатологов, которые заподозривают то, что нужно обратиться к сосудистому хирургу. Что нужно отправить больного на УЗИ для того, чтобы провести скрининг. Есть ли у пациента бляшки, которые питают головной мозг в сосудах, которые требуют какой-то коррекции. Если нет, то ладно, это вопрос другой. Но если есть, его надо убирать. Либо открытым путем, либо эндоваскулярным путем. Возможности у нас сейчас для этого, к сожалению, имеются. Но надо. Потому что если такого пациента попросить мимо, и он опять уйдет по этому замкнутому кругу, участковый терапевт, нейропатолог, и будет так вот ходить. Потом мы получаем инсульт. И после инсульта мы сосудистые хирурги с этим ничего сделать не можем. Ну, как я понимаю, лучшей профилактикой всех заболеваний сердечно-сосудистой системы является здоровый образ жизни, здоровый сон, здоровое питание. Ну, это, конечно, для всех заболеваний. Для их отсутствия необходимо, чтобы человек как-то... Но мы на сегодняшний день это невозможно. Мы едим еду, которая по всем, по многим параметрам, она не может быть здоровой. Воздух, ноги курят и так далее. Ну, хотя бы не курить. Хотя бы не курить – это уже большой фактор. Конечно, согласен с вами. Сергей Викторович, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Желаем вам успехов и поменьше больных. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам здоровья, всего самого лучшего. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова